Всем здравствуйте! Это новости Турции. Если вы открыли подобное видео впервые, я живу в Турции, перевожу новости на русский язык, официальные новости, все, что у нас здесь происходит в стране. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции обязательно подписывайтесь. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. Давайте приступим. В последние две недели много новостей и, сказала бы я, больше тревожности по поводу того, что турецкие банки закрывают счета пользователям из России, с российским гражданством людям. Это рассылка Денисбанка для своих клиентов. Они просили подтверждения своего ВНЖ, либо своих паспортов, нахождения в стране видножительства, турецкого паспорта, если он у тебя есть, или каких-то там удостоверяющих документов. Затем появился слух, неподтвержденный о том, что вот они, наверное, узнают, действующие аккаунты нет или зависшие аккаунты у кого нет каких-то финансовых передач, трат и так далее, каких-то транзакций. Может быть, будут карточки закрывать, ликвидировать. Вышло официальное опровержение. Госбанки, Зиратбанк, Денисчастный банк, Зиратбанк, они открывают, продолжают счета или их не закрывают счета для граждан России здесь, в Турции. Просто эта рассылка с запросом от Денисбанка, как заявил официально банк, это была проверка. То есть, по факту, когда был этот запрос, там счета никому не закрывали. Все больше испугались. Второе, официально многие банки в плане бизнеса турецкие не производят оплаты счетов. Бизнес счетов это продажи, торговля в основном, которая идет у России и Турции. Из-за вторичных санкций давление, которое было еще в конце декабря принято Байденом, новое распоряжение по санкциям закон принято. В общем, в феврале многие турецкие частные банки замораживали транзакции, не проводили оплаты бизнеса с Россией в избежание этих вторичных санкций из-за каких-то своих страхов. Решалось это заявление, было официально РИА новости на уровне министров международных отношений, министров торговли между двумя странами России и Турции. Искали они какие-то там пути решения. На данный момент обновленной информации по этому поводу нет. Зиратбанк и Денис частным лицам продолжают открывать счета. Но условия какие? Должно быть вид на жительство на руках. Пожалуйста, счет откроют. У Денисбанка условия, что на счету должна быть неснимаемая сумма в 10 тысяч лир. Это немаленькая сумма, которая просто депозитом лежит в банке. Потом тебе ее, конечно же, вернут как гарантия какая-то. Либо разрешение, условия на работу в Турции, либо вообще подтверждение какой-то своих доходов, откуда вы берете деньги. Для тех, кто раньше получал в ВНЖ, это довольно-таки затруднительные условия. 10 тысяч долларов это большая сумма. ВНЖ, например, у тебя нет на руках. Чтобы получить в ВНЖ тебе нужен счет в банке. Это замкнутый круг получается. Или подтверждение своих доходов. Не у всех это есть. Или не у всех эти суммы в доходах будут достаточны. В общем, проблематично, назовем так. Но счета, у кого они открыты были, я вот не видела, не слышала историй в интернете. Жалоб каких-то. Кому вы считаете в одностороннем порядке. Например, в частности, Денисбанк, который производил рассылку, закрывали. Если у вас есть другая информация по этому поводу, конкретная, с примерами, например, закрытия счетов, напишите в комментариях. Может быть, какие-то источники дадутся. Очень интересно будет это изучить, почитать, обновить эту информацию. Также для туристов то будет в Стамбуле. С 20-х чисел февраля Галатскую башню закрыли всю полностью, все посещение на один месяц. До этого у нас было закрыто. У меня недавно влог выходил, посмотрите предыдущие видео. Там я засняла, и было видно, что Галатскую башню уже несколько месяцев идет реконструкция. Запретили выход на балкон прекрасным панорамным видом. То есть внутри самый верх башни можно забраться, но выйти на балкон, фотографироваться нельзя. Только через окно можно что-то снимать. Потому что башня одной из старейших вообще возведений в мире. Одна из вообще самая вроде бы древняя башня в мире, которая сохранилась до наших дней. И там, в принципе, я была летом, там реально падают камни, все осыпается. Очень даже тогда уже было опасно. И плюс какое еще посещение огромное, большой поток туристов, знаменитое место. В общем, конечно, все это разрушается. Сначала закрыли на ремонт этой крыши и этого балкона. И вот на один месяц до середины марта, до 20-х чисел, башня закрыта полностью для посещения. Там и музей еще внутри есть. Для возведения, это официальное заявление муниципалитета, укрепления в связи с сисьмой активностью, страхами от землетрясений, для того, чтобы она не рухнула, если будет землетрясение. В общем, там идут какие-то укрепительные, строительные работы. Если мы берем политические новости здесь в стране или геополитические, из геополитики с двух сторон было объявлено, что встреча Путина и Эрдогана откладывается на неопределенный срок, на несколько ближайших месяцев. Типа условно, возможно, это будет где-то после выборов в России в марте месяце, значит, где-то в апреле приблизительно точной даты нет. Также идет обсуждение встречи Эрдогана, уже после этой новости была договоренность идут о встрече Зеленского и Эрдогана, где, на какой территории пока непонятно, но вот эти переговоры идут. Из геополитики президент посетил Египет, это было в прошлых новостях. Ну, таких Алиев приезжал из Азербайджана сюда в Турцию, ну, суперглобальных перемен никаких нет. Периодически в интернете есть видео с критикой президента по поводу Израиля и торговли с Израилем, что она продолжается, в том, что мало помощи в Палестине происходит, что вообще надо торги и взаимодействие торговое с Израилем прекращать. Но, как видим, все дальше продолжается, реакции на это у правительства каких-то конкретных нет, и эти недовольства небольшим процентом людей, поддерживающих президента, такие более крайне радикальных настроенных взглядов. Кто позволяет себе эту критику. Последние полторы недели во всех новостях турецких это вооружение, гонка вооружений и прогресс, достижения, новые возможные беспилотники, истребители, всевозможная техника военная, открытия, скажем так, технические. Какие поступают и производятся новые вертолеты, самолеты, истребители, оружие различное военное. И эта большая гордость для правительства и Турция сейчас выходит в эшелон к первых звезд, если так можно выразиться, мировых, геополитических, по производству военной техники и снабжения военного в мире. То есть именно на рынке продажи военного оборудования Турция занимает лидирующую позицию. По поводу курса доллара. Доллар на данный момент у нас 31 турецкую лиру и чуть-чуть уже выше. Вообще по прогнозам к концу 2024 года, скорее всего, доллар достигнет 40 турецких лир этой стоимости. Хочется поднять тему новости в социальных сетях. Это были споры различные. Сейчас я немножко объясню, почему споры были. Ситуация, которая произошла в общественном транспорте в Стамбуле неделю назад. Мужчина ехал в автобусе с ребенком. Ребенок немаленького возраста, примерно 6-7 лет. Его очень плохо видно на видео. И мужчина заплатил за проезд себя и ребенка. Такая же женщина в транспорте, которая была тоже пассажиркой. Это все заснуло на видео, скажем так, регистратор камеры, которая в общественном транспорте у нас везде есть, в общественных автобусах. И все это запечатлено на видео. Она подошла к нему и стала говорить о том, что просила мужчину взять ребенка на руки для того, чтобы ей уступили место, потому что она тоже хочет сесть. Она заплатила за билет. В свою очередь у них начался спор. Мужчина ей отказал, сказал, что ребенка тоже заплатил. В общем, в ходе этого спора, этих разговоров, мужчина напал на эту женщину, ударил ее. Началась, скажем так, драка, и их разнимали. В итоге женщина отдала новостям интервью. Она зафиксировала побои. У нее действительно там был синяк на пол лица. Она подала заявление в полицию. Мужчину нашли и арестовали. И завели уголовное дело. Сейчас идет разбирательство, собирают свидетели. Неизвестно, какое наказание, если оно будет. Скорее всего, оно будет, потому что причину вред здоровью. Был вот этот удар. Не только словесная перепалка. И, собственно, мужчину под уголовной статьей на данный момент посадят или нет, непонятно. Но по факту, по-любому, что-то будет обвинительное. Потому что последствия у этого есть. Зафиксировано повреждение, скажем так, здоровью и вред человеку нанесен. Почему, казалось бы, в этой ситуации были споры общества в комментариях и эту историю разбирали? Конечно, никто не оправдывает физическое насилие. И, конечно же, скажем так, мужчина неадекватно повел себя в плане применять физическое насилие. Неважно, мужчина это женщина перед ним стоит. Вообще, в принципе, да. Любые споры надо решать как бы разговорами, а не физическим насилием. Нервишки у человека стали. Но и вообще сама суть этого конфликта. Должен ли и обязан ли был мужчина уступить этой женщине? Некие, назовем так, права. Когда он также заплатил за ребенка, который занял место. И он не должен был или должен был брать ребенка на колени, чтобы эта женщина могла присесть. То есть он ей, по сути, отказал. Многие комментаторы в интернете и в этой женщине, в ее манере, скажем так, как она подошла, с каким лицом, как она держала себя в этом разговоре, наезды там и все прочее. То есть изначально она, и свидетели об этом, да, давали показания, что она довольно-таки, ну, не то чтобы высокомерная, но есть такая категория людей, да, которым должны, обязаны, вот это вот все. То есть, в принципе, она как бы своим отношением, каким-то наездом спровоцировала человека. Она спровоцировала этот конфликт. В итоге за это получила. То есть, ну, в любом случае, ничто не оправдывает физическое насилие. Это тумачно нельзя было делать. Поэтому в комментариях и в обществе тема эта парочка дней обсуждалась. В Твиттере и в Инстаграме люди как бы не оправдывали зверства, если так можно выразиться, физический урон нанесенный. Ну, при этом, в принципе, очень многие нашлись сострадающие, которые понимали этого мужчину, почему он так поступил. Не все, скажем так, одобряли поведение этой женщины. Что вы думаете по этому поводу? Это довольно-таки социальная проблема, спорная. И под углом, как посмотреть на эту ситуацию, у людей возникают разные мнения. Что вы думаете по поводу этого конфликта? Власти Турции планируют сократить рабочую неделю с 45 до 40 часов. При этом там пододвинуть еще отпуска, увеличить. То есть, сделать более приемлемые, приятные условия труда для граждан. Но при этом в частных школах запретили празднование Хэллоуина, Рождества и Пасхи. Это и атрибутики в частных именно школах в отдельном порядке, проводить дискотеки, какие-то тематические мероприятия на эту тему и так далее. Здесь мнения у людей распределились, потому что 50% людей это светские, и они не против этого принятия другой культуры, поведения. Окей, условно, если это даже Пасха, то какой-то другой религии для всеобщего, скажем так, разностороннего развития детей. А для религиозных это только за радость, скажем так. Они против этого, и не приемлят подобное внедрение чужой иностранной. Там была такая цитата неполезной, не приносящей пользы чужой культуры, влияния на детей. В общем, и такие некие споры были в обществе на эту тему. Но могу сказать, что в принципе это предсказуемая история. И почему в частных школах, а не в государственных? Вот ОЗЕ, частная педагогия, частные учебные заведения, они, как правило, у них есть свои, скажем так, закон, не везде на них государственные образования, министерства образования распространяются. Они могут следовать учебной программе государственной и могут внедрять что-то свое. Вот это была часть их своего проецирования. У меня очень много проблем затронуло иностранных родителей, которые дети ходят в частные школы, для того, что нет элементов культурного воспитания своих стран. У кого-то там вот это Рождество, Пасха и Хэллоуин, например. Также хочу, наверное, задать вам вопрос, стоит ли снять мое мнение, мое отношение к образованию в Турции, частные школы или государственные, есть ли в них разница, если да, то какая. Просто мое отношение и мнение со стороны. Если вам это интересно, напишите в комментариях, я сниму отдельно такое видео на эту тему и разберем этот вопрос, запрет у этих праздников, этой реакции более детально. Также во всех школах, в частных государственных министерствах образования, наоборот, увеличила часы образования для детей на две недели. Увеличится образование, те часы с 24 по 25 год учебный в следующем году. Ну, у нас обычно школа заканчивается 15 июня, и, скорее всего, в 24 году будет начинаться она с 1 сентября примерно, или с первой недели сентября, как в европейских иностранных у детей. Так что дети будут учиться на две недели дольше, а родители ходить на работу, их часы рабочие будут сокращаться. Но вот эта норма по часам образования в школе, принят этот закон новый, будет для того, чтобы стандартизировать уровень образования до европейских норм. То есть, добрать эти часы, эти две недели, это было недостаточно до международной стандартизации образовательного процесса. Еще в соцсетях тема, не знаю почему, она дошла гораздо позже до социальных сетей, телеграм-каналов с различных русскоязычных, европейских. Это было историю еще неделю назад в муниципалитете Бейкоса к главе муниципалитета, мэру, на совещаниях, на официальном рабочем таком мероприятии. И у него есть котенок, девочка, кошка, и она, собственно, по сути, пришла к своему хозяину, ластилась, игралась. И мэр просто играл со своим животным, проводил далее совещания, работу свою официальную, при этом играл с котенком. Ну, такое милое, умилительное видео. В Турции, ну, парочку дней на него обратили внимание полубалинцы, но почему-то через неделю оно расфортились в интернете, в инстаграме и в тиктоке это видео. Там накладывают различную музыку. Довольно-таки душевно, приятно, да. Это очень греет душу, когда в административном руководстве у политиков, скажем так, есть что-то человеческое и живое. И напоследок такая криминально-комическая новость. Появилось видео в соцсетях, как полицейских штатском, вообще у нас много где, особенно по Стамбулу, много полицейских штатском для борьбы с терроризмом, с грабежами. Делают контрольные всякие закупки и такое в центре города очень много. И, в общем, камера записи, опять же, с общественного транспорта, с автобуса. Вор вытащил из кармана у девушки мобильный телефон, когда она заходила в автобус при посадке. Тут же он пропустил остальных людей, опустил голову, видит, что телефон, ну, довольно-таки не очень старый. И вор попытался этот телефон вернуть девушке. На видео видно, как он протягивает телефон обратно в салон, окликая ее, типа, из разряда, она как будто бы телефон, на самом деле, этот уронила. А он, доблестный человек, его подобрал и решил вернуть. На самом деле, видя, что, возможно, это не, скажем так, не продаст, не сдаст никому, это не нужно, старая, не знаю, немодная, недорогая модель и так далее, каким-то образом. В общем, он сжалился над этой девушкой и решил сворованное ей вернуть. В свою очередь, в этот момент, а его уже полицейские вели гораздо раньше, они запечатлели момент кражи, что не поднял он это с пола, а, скажем так, целенаправленно сделал акт грабежа, нарушил закон. Они его поймали за руку, вывели из автобуса и задержали этого мужчину. Ну, с одной стороны, и смешно, и плакать хочется, и грустно, да, и грабеж среди белого дня, что у нас карманники-то очень распространено. Но настолько он, скажем так, сжалился над своей жертвой, что вернул ей украденное, что телефон этот вообще никак не котировался. Он, как бы, девушку пожалел даже вор. Такие новости на данный момент у нас здесь в Турции. Если вам интересно, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции, ссылка в инфобоксе на него, присоединяйтесь обязательно. Жду ваших комментариев насчет тех вопросов, которые я вам задавала ранее, нужно ли снять отдельное видео про частные школы образования здесь, в Турции. Скоро увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok